Здравствуйте, дорогие друзья! Мы дошли до 116-го псалма в путешествии по Великой книге Тили. 116-й псалм, небольшой, но уже говорю, он входит в Галель, что уже само делает его великим. Ну и очень много об этом псалме есть. Первое, что пишут в древних книгах, постоянное чтение этого псалма защищает человека от трагической внезапной гибели. Это во всех источниках практически. Пишут от всяких сложностей также, но от гибели это всегда. От того, что он короткий написан в древних книгах, это не умаляет его величины, потому что сила данного псалма еще и необходима в семейных делах. Тот, кто читает, написан этот короткий псалм, трижды в день, то у того всегда будет мир и взаимопонимание в семье. В доме будет спокойно написано, и муж с женой будет в отличных отношениях. Ну, так обещали. Еще раз, значит, пишут, что для спасения от внезапной страшной смерти, именно в толковании к псалму написано то, что мы, в общем-то, и знаем, знаете, не знаете, что каббалисты пишут, что до Якова Авину человек умирал внезапно во время чихания. Поэтому люди сейчас говорят, когда чихает, будь здоров, чтобы этот чих был на здоровье. Не было никакого шлили, чихнул, умер. А Яков Авину первым обратился к Всевышнему с просьбой, что так нехорошо, надо, чтобы человек умирал, подготовился, заболел сначала или как-то. И первый раз в Торе слово холе «больной» появляется именно в связи с Яковом. Это тоже выводится из нашего псалма. Кроме того, из нашего псалма выводится еще одна великая вещь. Силда-тадай, то есть благодарственная трапеза. 12-13 псалом. «Чем воздам Господь за благодеяние? Чашу подниму и к имени Господа воззову». О чем разговор? Радак написал, что из этого псалма царь Давид всегда говорил «устрою благодарственную трапезу, подниму чашу вина и поблагодарю Творца при стечении многих людей». То есть Маашар в книге своей пишет, что благодарственная трапеза считается сюрда-тмитцва, заповеданной. То есть если человек что-то там сделал для него, Бог, хорошее, что он пообещал заповедь собрать трапезу, и вот в недельной главе Вайра рассказывается, что Авраам, желая поблагодарить Творца за рождение Ицхака, устроил большую благодарственную трапезу, написанную Аврааму с большой пирс, и вот в день отнятия Ицхака от груди. И отсюда мудрецы выявили, что следует благодарить Творца именно посредством трапезы. Про наш псалом еще написано, что его читают, чтобы спастись в час отчаяния, спастись от опасности, от смерти, от катастрофы, от землетрясения, от всяких инфекционных, то есть от таких вот вещей, которые приходят в мир, погуба такая, и чтобы иметь успех. Что еще есть? Есть, что это одиннадцатый пасук этого псалма, это сгула для очищения мысли. Когда у тебя голова засолена разным мусором, то вот эти вот, сказал я в поспешности своей, то есть читаешь псалом, сосредоточившись на одиннадцатом пасуке. Есть еще одно толкование для этого псалма, пишут, что чтение его помогает от случайного ранения, что иногда, наверное, в наше время и неплохо. Вроде бы все. Брахава от слуха. Субтитры создавал DimaTorzok